Мы в Касском питомнике и сегодня не будем говорить о растениях непосредственно, а поговорим о такой вещи, как сорняки. Я думаю, что каждый питомник, садовый центр сталкивается с этой проблемой. Это выглядит неэстетично. Вот такая вот картинка, особенно если весна была прекрасная, много дождиков. Хорошо развиваются при этом декоративные растения в контейнерах и недекоративные. Выглядит это довольно весело, но негативно сказывается на внешнем виде и вряд ли поощряет человека к покупке. То есть растения, когда в контейнере сорняк, кроме того, что не очень хорошо выглядит, также деформируются. Но есть еще один момент. В контейнере есть питательные вещества. В зависимости, разные питомники используют разные материалы. Как правило, это осмокот и другие удобрения, которые добавляются в контейнер. Так вот, сорняк сожрет это первым. И даже если у вас масса свободных людей, которые летом ничем не заняты, и они вырывают и обрабатывают территорию, вырывают сорняк, вместе с сорняком удаляются и питательные вещества из контейнера. Что же делать, как нам быть? То есть есть какие-то химические обработки, но опять же проблема в том, что это может негативно отразиться на развитии самого декоративного растения, которое мы продаем. В сплазском питомнике мы этот вопрос решаем следующим образом. Мы производим и продаем, и используем сами вот такой вот минимат от активного роста сорняка. Они могут быть разной формы, квадратные, круглые, под разный литраж контейнера. Здесь препятствуют пересыханию, что немаловажно, а минимат также препятствует активному росту сорняка. Выглядит это эстетично. Надо сказать, что проблема при этом не решается на 100%, но она решается на 99%. А с этим одним процентом, ну вот, давайте посмотрим на площадку. Да, сорняка в кое-каких местах есть, но такой участок можно обработать за, думаю, 10 минут. А вот такой вряд ли можно справиться за день. При этом еще повредится корневая растения. По поводу сорняков, которые все же прорастают. Вот я нашла такой экземпляр. Тут вот видно, что корневая при этом поверхностная и легко удаляется. Все. Вопрос решен. Как бороться с вот этим, ну, проблематично. Плюс это еще и трудозатраты, которые не бесплатны, но хоть и не в Европе, но тем не менее зарплаты у людей есть и затраты наши есть. И вырывать сорняки из контейнера люди будут, конечно же, не один раз за сезон. То есть это много раз. И придется, скорее всего, это делать одновременно, привлекать в новую рабочую силу. Так вот, предлагаю решить эту проблему вместе с нами и вместе с миниматами от сорняка. Тем более, что цены у нас самые-самые демократичные. Вот такой вот минимат квадратный трехлитровый контейнер стоит всего гримм на 50. Ждем ваших заказов с паском-петоннике.